МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире время новостей на МТВ. В студии Светлана Ларикова. Прямо сейчас расскажем о самых значимых событиях в городе и регионе к этому часу. Два новых тарифных плана для пассажиров городского общественного транспорта разработал муниципалитет. Департамент городского хозяйства в администрации Волгограда ориентировался на запросы горожан. Расширение линейки проездных на базе транспортной карты «Волна» повысит удобство волгоградцев и позволит снизить затраты на проезд. Новые тарифы вступят в силу после утверждения Волгоградской городской думы. Один из тарифов дополнит уже существующий часовой безлимитный или пересадочный. Он будет рассчитан на двухчасовую поездку с пересадками по льготной цене. Стоимость первой поездки составит 25 рублей. Каждая последующая пересадка будет стоить 10 рублей. При этом пассажир сможет совершить неограниченное количество пересадок в течение 120 минут после первой транзакции. Также для волгоградцев продолжит действовать тариф с периодом 60 минут. После оплаты проезда в размере 30 рублей пассажир сможет в течение часа сделать неограниченное количество пересадок без дополнительной оплаты. Второй тариф, который предлагается к утверждению – единый проездной билет на все виды общественного транспорта, работающего на муниципальных маршрутах. До этого подобного тарифного плана в Волгограде не было. Учитывая пожелания горожан, администрация разработала универсальный тариф, который позволит пользоваться любым видом муниципального общественного транспорта без ограничений – автобусом, троллейбусом, трамваем и скоростным трамваем. Стоимость проездного билета «Единый» составит 1800 рублей в месяц. Такой тариф будет выгоден волгоградцам, которые ежедневно совершают три и более пересадки на различных видах общественного транспорта. В Волгограде стартовал месячник по благоустройству. С сегодняшнего дня коммунальные службы приступили к усиленной уборке общественных и придомовых территорий во всех районах города. В рамках месячника по благоустройству особое внимание будет уделено озеленению. Специалисты высадят порядка 1800 деревьев и кустарников. Новая зелень появится и на участках, где осенью были спилены больные и сухостойные растения. Также в парках и скверах обновят скамейки и урны и восстановят сок или зданий. Продолжат и уборку свалок. За основные работы в парках и скверах ответственны районные и муниципальные службы. А за порядком во дворах многоквартирных домов обязаны следить управляющие компании. Активное участие в субботниках примут сотрудники промышленных и муниципальных предприятий, коммерческих организаций, высших и средних учебных заведений. Большой общегородской субботник состоится 16 апреля. К нему смогут присоединиться все желающие. Около 800 миллионов рублей направят в Волгоградской области на поддержку сельхозработ. Проведение ярового сева и обеспеченность всем для этого необходимым, мониторинг состояния озимых культур и доведение до сельхозтоваропроизводителей господдержки – эти и другие вопросы рассмотрели сегодня на оперативном совещании, которое провел губернатор Андрей Бочаров. Волгоградские аграрии приступили к весенним полевым работам. Уже ведется подкормка посевов озимых культур и подготовка к весеннему севу. Глава региона отметил, плановый мониторинг озимых культур подтверждает, что 98% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Для сохранения положительной динамики необходимо в установленные сроки и с учетом погоды провести все запланированные агротехнические мероприятия в полном объеме. Исходя из стоящих перед Волгоградской областью задач по обеспечению продовольственной безопасности России и Волгоградской области сев яровых культур необходимо провести на площади полутора миллионов гектар, что позволит Волгоградской области в текущем сельхозяйственном году иметь общий объем посевных площадей свыше трех миллионов гектар. В регионе сформирован необходимый запас семенного материала, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов. Они пополняются на постоянной основе. Почти на 100% готова техника. Для проведения сельхозработы в этом году предусмотрено около 800 миллионов рублей господдержки. Из них 240 миллионов рублей уже перечислено в качестве погектарной компенсирующей поддержки. Областному комитету сельского хозяйства поставлена задача до 31 марта завершить выплаты первого транша. А второй транш выплатить до конца первого полугодия текущего года. Также до конца первого полугодия мы планируем довести до сельхозтовропроизводителей и новый, введенный осенью прошлого года, вид государственной поддержки. Субсидию за произведенные и реализованные зерновые культуры, которые составят там свыше 300 миллионов рублей. Работу по всем направлениям координирует областной оперштаб. Проведены шесть кустарных совещаний по вопросам подготовки к весенним полевым работам. Для повышения координации, проводимой в ходе подготовки к весеннему севу работы, глава региона поручил совместно с Советом по развитию сельских территорий и агропромышленного комплекса Волгоградской области подготовить и провести рабочее совещание с руководителями сельхозпредприятий, организаций и главами муниципальных образований по проведению весеннего сева, рассмотреть вопросы готовности региона к весенним полевым работам и поддержке сельхозтоваропроизводителей. Женская весна пришла в Волгоград. Так называется форум, который прошел во второй раз и объединил активных, творческих, неравнодушных представительниц прекрасного пола для того, чтобы напомнить о значимости роли женщины в современном обществе. Форум проходил в точке кипения на базе технического вуза. Подробности в следующем сюжете. Это уже вторая женская весна в Волгограде. Форум красоты и таланта на этот раз собрал более 70 представительниц прекрасного пола. Цель благотворительного проекта – обратить внимание на повышение статуса женщин во всех сферах деятельности и настроить активных жительниц Волгограда на позитивное сотрудничество. Мы поддерживаем контакты, мы периодически собираемся. У нас недавно было женское мероприятие, посвященное снятию напряжения и релаксации. В ближайшее время у нас предстоит бизнес-встреча со спикерами, нашими бизнес-тренерами волгоградскими, на которых мы расскажем женщинам, как преодолеть такой сложный экономический кризис. А в рамках форума прошел тренинг. Психолог-практик попытался научить женщин поддерживать хорошее настроение. Это так важно, когда женщина оказывается в условиях многозадачности. Мы все через женщину приходим в этот мир. Ну, конечно же, женщина, она не только, как сказать, проводник сюда, но она и человек, и тоже личность. И вот как личности, конечно же, для личности пола нет. То есть личность должна прийти и развиваться здесь, получать какой-то опыт, который даст возможность пополнить, наполнить себя. И, конечно же, женщина должна это делать. Женская весна – это творчество и выступление, мастер-классы, неформальное общение, новые знакомства. София Тимофеева занимается изобразительным искусством. На форуме она презентовала свой уникальный проект «Скетч-путешествие по городу Волгограду». Здесь, вот в таком тесном кругу, можно узнать действительно, кто чем занимается, у кого какие есть социальные проекты. Я более чем уверена, что они интересные, и о них нужно рассказывать. И сейчас как раз есть возможность посмотреть на них, услышать и рассказать у себя в соцсетях, либо самой принять в них участие. Специалисты бьюти-индустрии, педагоги, писательницы, мастерицы декоративно-прикладного творчества, женщины рассказали друг другу о проектах, поделились впечатлениями, новыми знаниями и, главное, секретами мотивации. На этом форуме я буду выступать, я буду петь песню авторскую, то есть мою песню. И это песня про любовь. Что меня вдохновило участвовать в этом форуме? Во-первых, очень важно, чтобы сейчас, вот в наше время, было больше позитивных тоже новостей, больше позитивных мероприятий, которые объединяют людей, женская поддержка, взаимопомощь. Организаторы уверены, проект «Женская весна» получит продолжение в новом качестве, еще более расширенном составе. Ирина Абрамова, Дмитрий Макаров, Время новостей. А теперь о ситуации с коронавирусом. В Волгоградской области выявляют все меньше новых случаев COVID-19. За сутки в регионе плюс 358 заболевших. К сожалению, есть 6 летальных исходов. После полного выздоровления выписали 389 пациентов. И к другим темам. Более 3 миллионов рублей перечислила аферистом жительница Центрального района Волгограда. Три месяца женщина переводила деньги лжеброкерам, которые обещали ей прибыль с инвестиционных продаж. Об этом и других происшествиях в сводке регионального главка МВД России. В Городищенском районе полицейские задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления. С ножевым ранением плеча в больницу был доставлен 48-летний мужчина. Полицейские установили, что травму ему причинил малознакомый молодой человек. В ходе распития спиртных напитков и возникшей ссоры, подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов ножом. Подозреваемый, ранее судимый 28-летний житель поселка Нового Рогачика, задержан. В содеянном сознался. Возбуждено уголовное дело. На посту в Новониколаевском районе инспекторы ДПС изъяли водительское удостоверение. Полицейские остановили автомобиль БМВ под управлением 34-летнего Волгоградца. Водитель предъявил полицейским документы, которые вызвали сомнения в подлинности. На документе отсутствовали знаки защиты, а при проверке по базам данных инспекторы ДПС установили, что мужчине водительское удостоверение никогда не выдавалось. Удостоверение изъято и направлено на экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела за использование поддельного документа. В Калачевском районе сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в угоне грузовика ЗИЛ. 49-летний житель Калачевского района в состоянии алкогольного опьянения увидел грузовик своего знакомого и решил, не имея водительских документов, прокатиться на нем. Но вскоре въехал в забор, где его и обнаружили полицейские. В содеянном горе водитель сознался, в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела. И очередной факт мошенничества зафиксирован в Центральном районе. 63-летняя местная жительница в течение трех месяцев переводила свои денежные средства якобы брокерам, которые обещали ей прибыль с инвестиционных продаж. Доверчивая женщина перечислила на счет аферистов более трех миллионов рублей. Уважаемые граждане, будьте предельно внимательны при общении с незнакомцами. Не позволяйте мошенникам себя обмануть. Джебы, хуки и апперкоты, а также неподдельный дух соперничества. В Волгограде прошел полуфинал турнира непрофессионалов Лига Бокса. 26 поклонников одного из самых мужских видов спорта вышли в ринг, чтобы проверить свои силы и побороться за место в финале. Праздник спорта джентльменов посетил наш корреспондент Матвей Шиповсков. Турнир Лига Бокса стартовал в областной столице в декабре 2021 года. За несколько месяцев масштабы проекта выросли. В том числе появились новые весовые и возрастные категории. Алексей Житких – врач-педиатр. В работе он заботливый и ответственный специалист. Однако на боксерском ринге Алексей – грозный соперник, не оставляющий оппоненту шанса на ошибку. И хотя секция стала для него вторым домом еще в 2016 году, зайти за канаты и почувствовать дух соревнований он смог только на турнире Лига Бокса. Его первое выступление на декабрьском этапе завершилось уверенной победой. А теперь он пришел побороться за право попасть в финал. Занимаюсь для себя, чтобы как-то поддерживать себя в физической форме. Хороший формат соревнований позволяет где-то ощутить всю атмосферу соревновательного процесса. Ну и также поддерживать силу духа. Врачи, спасатели, работники офисов и даже школьники. Участников турнира разных возрастов и профессий объединяет одно. Все они решили опробовать свои силы и для этого упорно трудятся. Полуфинал объединил десятки любителей джентльменского спорта из Волгограда и области. Кроме того, в рамках полуфинала канаты впервые перешагнули представительницы прекрасной половины человечества. Лига бокса подарила возможность выйти на ринг как начинающим спортсменам, так и ветеранам бокса, завершившим карьеру, но желающим вновь ощутить напряжение битвы. Каждому настоящему мужчине хочется себя, наверное, проверить. В данном случае мы как раз таки и организовали данные соревнования. И как раз организовали возможность выхода в ринг для ребят, которые ни разу не были в ринге, которые не знают этот опыт, которые профессионально не боксировали. Финальный этап турнира непрофессионалов Лига бокса состоится уже в апреле. В него попадут сильнейшие боксеры проекта. Матвей Шиповсков, Глеб Волков. Время новостей. О джаз-импровизации сонет. Знаменитый волгоградский комбо-джаз-бэнд открыл серию концертов, посвященных столетию появления этого музыкального направления в России. В премьерной программе муниципального оркестра «Оторожение» полюбившиеся композиции в разных стилях от свинга до фьюжн. Прозвучали и произведения отечественных лидеров импровизационной музыки в исполнении солистов Волгоград-концерта и Волгоградской филармонии. О старте празднования векового юбилея джаза в Волгограде в сюжете Екатерины Кудряшовой. Гармоничный, чувственный и ритмичный обаяние джаза границ не знает. Сплав культур сделал его музыкой вне моды и вне времени в России. Это направление вокально-инструментального искусства зародилось на четверть века позже, чем в США. Пережив непризнание, за сто лет жизни отечественный джаз обрел большую популярность, породил множество стилей, которые джазмены транслируют публике и сегодня. Программа очень интересная и разносторонняя. То есть джаз будет разный разного времени, разный по жанрам. Он будет и на русском, будет и авторское творчество наших логоградских композиторов, поэтов. У нас в Волгограде прививается культурой именно джаза, то, что конкретно наш Волгоград-концерт развивает это. За сто лет в нашей стране родились несколько сотен джазовых коллективов, выпущено тысячи пластинок, появились училища джазового искусства, лучшие выпускники которых ныне радуют своим мастерством многочисленных поклонников этого жанра. За 35 лет творческой работы, знаковых достижений достиг их коллектив «Посол джаза» в Волгограде. Если мы говорим о джазе в Волгограде, сразу это имя Анатолия Воронова и его прославленного коллектива «Комбо джаз». Потому что на его базе проходят всегда премьерные концерты, джазовые фестивали, приглашения разнообразных музыкантов с разных городов нашей страны. На сцене ЦКЗ под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации Анатолия Воронова Волгоградский коллектив исполнил музыкальные хиты признанных корифеев джаза. Дюка Эллингтона, Чарли Паркера, Херби Хенкока, Джерома Керна и многих других основоположников зеркального направления в музыке. Джаз отразил все, что вокруг нас сейчас звучит. Ну, например, Аква ЖББ, это Антонио Карлос Жабим, это же Басанова. И в то же время и джаз, и вокальное, все одним словом отражение. В премьерной программе к столетию джаза в России музыка известного Волгоградца Андрея Наумкина на тексты поэтов-песников Юлия Артюховича и Михаила Плецовского. Композитор, экс-участник муниципального оркестра «Комбо джаз-бэнд». Это часть моей жизни, это мои люди, наши люди, тем более, что сейчас играют здесь не только те люди, с кем я когда-то выступал, но еще и студенты, мои же студенты. Гвоздь программы и выступления ученика-маэстро Анатолия Воронова, выпускника Серебряковки, одного из лучших ныне саксофонистов Москвы Константина Чеботка. Получил колоссальный опыт, поддержку и, так можно выразиться, просто такие двери в большое светлое будущее, потому что этот опыт мне пригодился потом в освоении Москвы, в покорении, так можно выразиться. Это приятные эмоции, приятные ощущения, это приезжаешь практически как в отчий дом. На протяжении 35 лет муниципальный оркестр «Комбо джаз-бэнд» организует концертные программы для публики всех возрастов, приумножая количество поклонников джаза. Обожаю джаз, обожаю блюз, я танцую линди-хоп, как только слышу джаз, в моей душе просто начинаются танцы, и я отдаюсь музыке абсолютно. В честь столетия рождения российского джаза в 2022 году в областной столице запланирован цикл концертных программ. Летом на сцене возле фонтана искусства на центральной набережной с участием солистов и музыкантов «Комбо джаз-бэнд» и «Волгоград-концерта» состоится джазовый фестиваль, а завершится юбилейный год гала-концертом с участием лучших джазменов региона и страны. Екатерина Кудряшова, Глеб Волков, Александр Шишин и Виктор Хиврин. Время новостей. Полную ленту новостей смотрите на нашем портале МТВ онлайн. Для этого с помощью мобильного телефона сканируйте QR-код, который видите на экране. О самых ярких событиях города и региона можно узнать из наших социальных сетей. Не забывайте подписываться и до встречи в эфире в 17.00. Сегодня днем в Волгограде без существенных осадков. Ветер северо-западный и западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем около нуля. Субтитры предоставил DimaTorzok